Добро пожаловать на самую большую на ютубе подборку разборов задач с параметром, и это разбор номер 100, то есть да, на канале я разобрал уже сотую, получается, разберу сейчас сотую задачу с параметром. Вы можете убедиться в этом, просто перейдя по плейлисту на моем канале, который называется «Логичная задача с параметром», сюда не смотрите, это номерация по сайту mantus.ru, и в связи с этим огромным юбилейным созвитием, во-первых, поставьте, естественно, лайк этому видео, во-вторых, у меня два небольших анонса. Первый, я завел свой бусти, и теперь те, кто хотят поддержать мой канал, а мне кажется, повод есть, все-таки 100 задач с параметром, я забрал, где еще вот такого, видите, на ютубе. Можно это сделать, в общем, на бусти по ссылке, стоит это очень дешево. И второе, второй анонс в том, что на январских праздниках, 6-8 января, я проведу трехдневный интенсив по решению задач с параметром, то есть это будет три трехчасовых вебинара, таких больших, серьезных. Назвал я этот интенсив «Параметры Pro Max» by iPlat, как видите, это мой оригинальный дизайн, совершенно ни на что не намекаю, нет-нет. Значит, чтобы записаться на этот интенсив, пишите мне кодовое слово «Параметр» в личку в Телеграме, ссылку вы увидите тоже сейчас в описании, то есть пишите в Телеграме и подписывайтесь вообще на мой Телеграм-канал «Гигабестболе», который о подготовке на 90+, там много о чем полезности, о том, как, собственно, готовиться издавать на высокие баллы. Итак, да, 6-8 января интенсив по параметрам, разберем очень много задач, очень полезный будет курс, стоит всего, на самом деле, 290 рублей, такая цена будет до 18 декабря, то есть потом цена повысится, поэтому успевайте по этой цене забрать курс и пишите кодовое слово «Параметр» мне в личных сообщениях. Итак, поехали! 129-я задача с сайта Matus.ru, почти заканчиваю уже подборку с Matus, и, как я говорил, это самая лучшая подборка, на мой взгляд, задача с параметром, поэтому я именно ее разбираю. И что у нас в этой задаче? Задача из ЕГЭ 21 года, и она большинству 11-ти классников пугает, естественно, потому что в ней и модуль есть, и есть корень еще. И это, ну, естественно, страшно. Давайте разберемся с ней. Во-первых, что мы сделаем? Мы, естественно, разложим вот этот вот модуль, да, подмодульное выражение, как x-a умножить на x-a, ну и воспользуемся тем, что модуль произведения равен произведению модулей. Левую, правую часть, точнее, перенесем налево, запишем вот так, и что мы видим? Мы видим, что за скобки можно вынести модуль x-a, и это уравнение, собственно, решить. Что было бы ошибкой здесь сделать? То есть такая совсем дилетантская ошибка, я надеюсь, никто из моих зрителей ее уже не допускает, это сократить на модуль x-a. То есть вы видите, что тут и там есть модуль, да, и спокойно сокращайте. Нет, конечно, так нельзя сделать, потому что этот модуль может быть равен нулю. Соответственно, откуда будет корень у нас один? Вот я здесь должен рассуждать так, что у нас произведение равно нулю, значит, хотя бы один из множителей равен нулю. Модуль x-a минус корень из x плюс 5 равно все это нулю. То же самое, что модуль и корень равны, поэтому я оставлю это так, да, здесь надо сказать, что это равно нулю. Итак, вот я получаю два вот таких вот уравнения, но на самом деле вот здесь мне уже поставили бы 0 баллов, если бы я так оформлял на EGA. Требования к задаче с параметром очень строгие к ее оформлению, а я эти требования очень хорошо знаю, потому что я эксперт EGA и сам занимаюсь проверкой работы, кстати говоря, редко напоминаю об этом на канале. Так вот, вот за этот переход мне бы поставили 0 баллов. Почему? Потому что, смотрите, вот этот параметр, точнее вот этот модуль, он сначала существовал вот в таком большом уравнении, в котором в том числе был корень, да, и этот корень накладывал ограничение. Какое ограничение? x больше равно минус 5. Вот если я так вот сбоку где-то подпишу, что x больше равно минус 5, этого уже достаточно, но я сейчас сделаю еще круче. Заметим, что вот это вот ограничение x больше равно минус 5, оно вообще-то, так, это я все удалю сейчас, оно вообще-то должно относиться только вот к этому вот модулю. Точнее, вот к корню, который я получу из этого уравнения. Так, и здесь у нас получается модуль x минус a равно корень из x плюс 5. Почему я говорю, что здесь x больше равен минус 5, а здесь это не важно? Да потому что у меня, во-первых, здесь все еще корень есть, поэтому это по умолчанию подразумевается. Во-вторых, сейчас, когда я буду решать это уравнение, я все возведу в квадрат. И возведя в квадрат, я получу x минус a в квадрате равно x плюс 5. И что я таким образом получил? Я получил, что x плюс 5 я приравнял к квадрату, который по умолчанию, по смыслу квадрата всегда является неотрицательным, потому что минус на минус или плюс на плюс всегда дает плюс. Здесь у нас квадрат, да? И таким образом я вижу, что в этом уравнении автоматически будет выполняться вот это вот условие x больше равно минус 5. Поэтому мне для этого уравнения, для корней, полученных из этого уравнения, это условие учитывать вообще не обязательно. А я должен это учесть только для, собственно, вот этого вот корня x равно минус a и все. Поэтому у меня совокупность вот такая, совокупность из системы и еще одного уравнения. Это тонкая мысль, которую редко кто именно так разворачивает. Вот обычно пишут просто x больше равен минус 5 в самом начале, как ограничение записывают, да, и потом его учитывают. Но в чем, в общем, выигрыш такого рассуждения, как я сейчас делаю? Смотрите, если вы напишите это в начале, потом будете учитывать, то вы в том числе учтете это для этого условия, для которого уже понятно, да, что оно выполняется. Так вот, мало того, что вы сделаете лишнюю работу, так вы сделаете сложную работу, потому что это уравнение, оно же будет квадратным каким-то. x квадрат минус 2, а x минус x это какая-то вот такая вот история. Так, плюс a квадрат минус 5, и вы вот такое вот квадратное уравнение будете решать. Вы посмотрите его корни, да, там найдете корни, они будут выглядеть как-то типа 2a плюс 1, плюс там корень из какой-то страшной штуки делить на 2. И вы скажете, что это больше равно минус 5, и начнете решать вот такое вот неравенство. Это неравенство, оно неприятно, оно иррационально, тут надо что-то рассуждать. И, конечно, его можно решить, и это нормально, если вы его решите. Но вы потратите сильно больше времени на то, чтобы решить на ЕГЭ, вы потратите сильно больше времени на то, чтобы его оформить. А его можно не решать. Так вот, чтобы, собственно, наиболее краткое решение здесь сделать, я вот так вот его выверну, собственно, это вот уравнение. Вот такую вот логику здесь пропишу. Это абсолютно теперь равносильный переход, потому что у меня здесь в этом уравнении по умолчанию учитывается, что x плюс 5 больше равно нуля, а к этому, да, к этому корню я дописал это ограничение, что x больше равен минус 5, но это одно и то же, что x плюс 5 больше равно нуля. И, соответственно, таким образом это равносильный переход. Все, теперь, собственно, у нас все достаточно просто. Давайте посмотрим. Мне нужно, чтобы все уравнение изначально имело два различных корня. Давайте смотреть, что у нас происходит. У нас в целом потенциал вот такой совокупности это дать три корня. Причем один уже известно вот такой, и второй будет из этого квадратного уравнения. Собственно, квадратное уравнение. Так, давайте, давайте как квадратное все-таки запишем вот здесь вот это все. x больше равно минус 5, и здесь у нас будет x квадрат минус 2а плюс 1x. Это я раскрываю скобки и сразу переношу все в одну сторону. Не рекомендую так делать, но я для того, чтобы, собственно, скорость просто сохранить и не тратить ваше время, сейчас это делаю сходу, да. Так, окей, у нас получается, есть квадратное уравнение, которое может дать до двух корней. И есть еще уже один корень, который... корень, но не всегда. Он корень только если вот этому вот удовлетворяет условию. Соответственно, давайте посмотрим, что у нас возможно. У нас возможны два случая. Первый случай, когда x равен минус а корень. Второй случай, собственно, противоположный, да, x равно минус а не корень. x равно минус а тире не корень. Давайте теперь рассуждать, что у нас, собственно, получается в этих случаях, то есть чем диктуется то, что x равно минус а корень или не корень. В какой ситуации x равно минус а корень, когда у нас минус а удовлетворяет вот этому неравенству? То есть, грубо говоря, минус а у нас больше равно минус пяти. Таким образом, а меньше равен пяти. Все, мы получаем, в общем, что при таких значениях параметра а у нас x равен минус а является корнем. А когда он не корень? При всех обратных значениях параметра. То есть мне надо состоять неравенство обратно этому. Минус а меньше равно пяти, а обратно этому минус пяти. Точнее, так, еще раз, минус а здесь больше равно минус 5, обратным этому неравенству будет неравенство минус а меньше минус 5. То есть здесь надо еще понимать, как логику переворачивать, здесь какая-то популярная ошибка. Записать здесь, например, меньше равно или еще что-то, просто перевернуть знак недостаточно, да. Надо сделать именно обратный знак. Если здесь допущено больше либо равно, то здесь надо допустить все, кроме того, что больше либо равно, то есть меньше. Соответственно, у нас а больше 5 получается. То есть при таких a x равно минус a не корень, при таких a у нас x равно минус a корень. Теперь, что мы здесь уже имеем? Здесь получается, у нас уже есть один корень, значит квадратное уравнение должно дать еще один дополнительный корень. Когда это возможно? Это возможно при следующих сценариях. Первый сценарий, как бы под случай a, скажем так, вот это уравнение имеет единственный корень. То есть, давайте это я запишу звездочка, например, да? Скажу, звездочка имеет единственный корень, единственное, ну давайте, единственное решение, не равное минус a, да? То есть, мало того, что у этого квадратного уравнения должен быть единственный корень, только он должен не совпасть еще и с x равно минус a. Окей, давайте посмотрим, собственно, каким будет этот самый единственный корень. Дискриминант равно, у нас здесь 4а квадрат плюс 4а плюс 1 минус, и это тоже мы умножаем все на 4, минус 4а квадрат плюс 20. Что мы имеем? 4а квадрат минус 4а квадрат сокращается, 4а плюс 21, и говорим, что дискриминант равен нулю, потому что нам нужно единственное решение этого квадратного уравнения. a равно минус 21 четвертое, и теперь нам интересно, при таком значении параметра a будет корень совпадать с минус a или не будет? Значит, этот корень минус a будет равен 21 четвертое, да? Соответственно, каким будет корень это квадратного уравнения? Смотрим, значит, x у нас получается, напоминаю, что когда у нас единственный корень, это корень вида минус b делить на 2а, да? Я сейчас, чтобы не путать это уравнение, буду здесь, эту формулу не буду здесь писать, потому что под a подразумевается коэффициент перед x квадратом. А у нас сейчас в этой задаче все-таки a это значение параметра. Я просто скажу, что минус b это 2а плюс 1, делить на 2а, это, соответственно, делить просто на двойку. То есть получаем a плюс 1 вторая, да? Ну, очевидно, что при a равном минус 21 четвертое, a плюс 1 вторая не совпадает с минус a. Хотя, не так уж-то и очевидно, у нас тут отрицательное число, добавив 1 вторую, я бы мог его перевернуть. Ну, короче, давайте, ладно, посмотрим. Давайте скажем, что a плюс 1 вторая не должно быть равно чему? Оно не должно быть равно корню вот этому, то есть не должно быть равно 21 четвертый, да? Еще раз, смотрите, у нас есть уже корень минус a, то есть у нашего уравнения уже равно x равно минус a. Есть при этом a мы нашли вот такое, то есть у нас уже есть такой корень 21 четвертый. Соответственно, мы говорим, что x должен быть не равен 21 четвертый, x, который второй, да, который дан вот этим вот квадратным уравнением. Окей, и что я получаю здесь? a не равно 21 четвертая минус 1 вторая, то есть 21 четвертый минус 2 четвертые, это 19 четвертых. Ну, у нас, собственно, и a не равно этому, потому что a равно вот этому. Все, это мы забираем в ответ таким образом. То есть при минус 21 четвертый у нас два корня, один из которых вот такой, другой вот такой, но можно его посчитать, но не хочу сейчас это делать. Здесь, в общем, понятно, что будет второй корень какой-то. Теперь, это у нас под случай a, есть еще под случай b. Смотрите, как может оказаться. Может оказаться, что у нас уже есть один корень, но квадратное уравнение тоже дает два корня, один из которых будет равен минус a. То есть второй под случай b, звездочка имеет два корня, да, один из которых совпадает, совпадает с x равно минус a. То бишь, другими словами, x равно минус a является корнем этого квадратного уравнения, я просто подставляю его туда. Минус a в квадрате минус 2a плюс 1 умножить на минус a, да, минус 2a плюс 1x плюс a квадрат минус 5 равно нулю. Посмотрим, при каком a x равно минус a является корнем квадратного уравнения, звездочка. Смотрим, a квадрат, получаем плюс, значит, 2a квадрат плюс a плюс a квадрат минус 5 равно нулю. Здесь у нас 4a квадрат плюс a минус 5 равно нулю. Да, интересно, мы получаем, видите, a равно единице, либо a равно минус 5 четвертых. Вот, так, теперь получаем, что при этих значениях параметра a у нас будет один корень совпадать, вот один корень звездочки будет совпадать с минус a. А второй не будет совпадать. Все, собственно, этого достаточно. То есть, смотрите, здесь какой тонкий момент. Мы говорим, звездочка имеет два корня. Некоторые начинают, исходя из того, что звездочка имеет два корня, писать, что дискриминант больше нуля. Этого можно не делать. Объясняю почему. Потому что если у нас, если мы подставили минус a сюда и посмотрели, при каком a, собственно, это будет корень, то мы нашли a, при которых есть хотя бы один корень. И он точно не один единственный, потому что мы знаем, что единственный корень при другом значении, минус 21 четвертый у нас, да, а при таких значениях параметра уже есть один корень, и значит второй тоже будет, потому что единственный при таком значении параметра. Поэтому дискриминант больше нуля можно не проверять. Итак, вот эти два значения параметра, минус 5 четвертых и 1, тоже войдут в ответ. Все. Окей, это мы разобрали первый случай, когда минус a является корнем. Смотрим, у нас получились минус 21 четвертый. Давайте действительно проверим, что она войдет в ответ. Она удовлетворяет этому условию. a меньше равно 5. Удовлетворяет, значит, действительно в ответ пойдет. 1 и минус 5 четвертых удовлетворяют этому условию, удовлетворяют. Их тоже берем в ответ. Все, отлично. Теперь второй случай. x равно минус a не корень, то есть a больше 5. Что здесь происходит? У нас совокупность, потенциал которой до трех корней, один корень как бы теряет. То есть это не корень. Значит, здесь должно быть два корня. Ну и говорим, звездочка имеет два корня. Имеет два корня. Здесь, собственно, единственный получается вариант. Ну и что значит, что звездочка имеет два корня? Значит, дискриминант больше нуля. А a у нас тогда больше, чем минус 21 четвертый. Потому что мы знаем, что дискриминант равен нулю v минус 21 четвертый. При больших значениях, чем минус 21 четвертый, у нас дискриминант будет больше нуля. Ну и нам надо фактически решить такую систему. Потому что не забываем, что у нас есть ограничение случая. А больше 5 и больше минус 21 четвертый мы получаем. Понятно, что решением этой системы оно очень элементарное. Я не буду ничего на оси рисовать. Получится значение параметра от 5 до плюс бесконечности. И все. Таким образом, вот мы получили ответ. Так, вот такие три значения параметра. Минус 21 четвертый, 1 и минус 5 четвертых. Я их запишу через множество, заданное перечислениями элементов. Вот так вот. В фигурных скобках я объединю это множество с лучом, открытым лучом от 5 до плюс бесконечности. Вот такой вот у нас получается ответ. И все. Собственно, так вот можно решить эту задачу. Еще раз. Что мы делаем? Давайте просто прибежимся. Мы сначала не боимся того, что здесь модуль и корень. Обратите внимание, кстати, как они все легко исчезли. То есть не пришлось ничего по случаям раскрывать. Все было очень просто. Мы сначала здесь раскладываем на модуль произведения. Говорим, что это равно произведению модулей. Выносим за скобки. Говорим, что хотя бы один из множителей равен нулю. Либо этот, либо этот. Причем первый множитель присутствует только. То есть первый корень, да, существует только при условии x больше равно минус 5. Здесь мы спокойно возводим в квадрат. Еще раз. Я этот момент как-то хорошо не прокомментировал, но здесь очень простое иррациональное уравнение. Потому что в нем условие, простите, условие, что значит вот этот вот корень должен быть неотрицательным, выполняется автоматически. Потому что корень просто равен модулю, да. Я просто возвожу в квадрат. Здесь не надо париться о том, что я решаю уравнение в виду корень из f равно g, да. И делать это по правилам. То есть мне не надо париться о том, что g должно быть больше равно нуля. f должно быть больше равно нуля. Кстати, это автоматически выполнится. Короче, тут получается вот такая вот система по идее. Но о том, что у меня g больше равно нуля, я не парюсь, это модуль. Оно автоматически выполнено. И о том, что x плюс 5 больше равно нуля, я тоже не парюсь, потому что оно равно квадрату. В общем, здесь все очень просто выходит. Мы получаем какой-то единственный, ну, один уже корень и квадратное уравнение, которое может еще дать до двух корней, и рассуждаем, что либо этот первый корень является корнем, либо не является корнем, и тогда у квадратного уравнения должен быть либо единственный корень, не совпадающий с тем первым корнем, да, либо еще два корня, один из которых совпадает с тем первым корнем, находим здесь а какие-то, и во втором случае говорим, что если минус а не корень, то звездочка просто должна иметь еще два корня каких-то, потому что мне в целом надо, чтобы изначально уравнение имело два различных корня. Собственно, на этом все. Напоминаю про свой трехдневный интенсив. Три дня будем по три часа решать задачи с параметром. 6-8 января все это пройдет, стоит всего лишь 290 рублей. Пишите параметр мне в личное сообщение в Телеграме, в ссылке в описании. Собственно, ссылка в описании. И да, до встречи на следующих разборах, как говорят у нас в Мексике. Auf Wiedersehen.